Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я расскажу про свой небольшой заказ с ароматами из интернет-магазина AromaBoutique. Недавно я уже снимала видео на своем канале, где показывала свои покупки из этого интернет-магазина. И я совершила еще несколько заказов. Покажу все вместе, но на самом деле это было именно несколько заказов. Я действительно открыла для себя этот интернет-магазин. Открыла по причине того, что там классные низкие цены, они ниже, чем в других интернет-магазинах. В общем, я довольна. Мне под прошлым видео писали, что не всем удобно доставка из этого интернет-магазина, потому что в регионы она бесплатная только от 7500 рублей. Согласна, как бы никого ни к чему не призываю. Покупайте там, где вам удобно. Я сама живу не в Москве, я живу в регионе, но в принципе, знаете, здесь можно как-то помониторить, что вам будет выгоднее. Вам будет выгоднее купить в другом интернет-магазине с бесплатной доставкой, или же купить здесь там с платной доставкой, или добрать свой заказ до 7500 рублей. В общем, меня на самом деле цены очень устраивают. Порой там, чем в других интернет-магазинах, разница на парфюм 1002. Это очень приличная разница. Даже если я там за доставку 350-500 рублей отдам, то разница все равно будет существенной. Я оставлю для вас в инфобоксе ссылку на интернет-магазин и оставлю промокод на скидку 5%. У меня появился промокод. В общем-то, да, промокод небольшой, но учитывая без того низкие цены, то это как бы неплохая, приятная скидка. Если вы заказываете в первый раз в этом интернет-магазине, то промокод даст вам скидку не 5%, а 7%. Если у вас есть опыт заказа в этом интернет-магазине, рассказывайте в комментариях. Кстати говоря, находится в белом списке, то есть он проверенный, и там точно оригинальная парфюмерия. Если вам интересна тема этого видео, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Что ж, в этом видео я покажу вам ароматы, которые я приобрела, и сделаю небольшой анонс на следующее видео, которое выйдет на моем канале. Про один из ароматов из этого обзора я хочу прям с вами отдельно поговорить, и сделаю отдельный видеообзор, где мы с вами его более подробно обсудим. Что ж, давайте начнем. Потом, как я и сказала, у меня было несколько заказов, и в первом заказе был один аромат. Это был Шамал от Набеле1942. Аромат я приобрела вслепую. Во-первых, я увидела, что там яблоко, и на самом деле многие ароматы, в которых есть нота яблока, мне нравятся. А во-вторых, я начиталась прям восторженных отзывов, решила, что нужно брать. Сначала в своем телеграм-канале спрашивала ваше мнение. Кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь. Там вы раньше, чем здесь, будете узнавать о том, что я себе приобретаю. Там сейчас у меня появилась рубрика «Марафон. Новый день. Новый аромат», в котором я рассказываю о новых ароматах, которые появились в моей коллекции. Дело в том, что за последнее время я купила себе очень много новинок, и делюсь там с вами разными впечатлениями. Также я пишу посты о парфюмерии, о новинках в парфюмерии, и не только о парфюмерии. В общем, буду очень-очень рада увидеть вас в своем телеграм-канале. Ссылку на него оставлю в первом закрепленном комментарии. Вернемся к этому аромату. Спрашивала у вас мнение про этот аромат, и решила, что все-таки пока не попробую, не узнаю. Заказала его себе, давайте его рассмотрим. В общем, очень какой-то таинственный такой аромат, очень таинственный дизайн. Посмотрите, вот такой кофр. Что интересно, кофр, он очень ярко пахнет натуральной кожей. Я не знаю, из натуральной кожи он или нет, но аромат прям кожи очень-очень явный. Вот такой он таинственный. Его раскрываем. У нас здесь какая-то небольшая книжечка есть. И, собственно говоря, флакон с самим ароматом. В пирамиде у нас ладан, в пирамиде у нас яблоко. И, собственно говоря, то, что в пирамиде, то и в звучании. Аромат очень интересный, очень прикольный. На 100% это прям такое нишевое, очень необычное звучание. Ладан я ощущаю. И ладан, он порой, знаете, какой-то такой дымно-церковный. А порой ладан раскрывается для меня в аромате запахом какого-то нового, дорогого кусочка яблочного мыла. Яблоко в аромате тоже явное. Оно на протяжении всего звучания. Такое зеленое, приятное яблочко с кислинкой. И вот то порой, знаете, это именно кусочек дорогого яблочного мыла. То это какое-то дымное яблоко с ладаном. Помимо яблока и ладана, я еще в аромате ощущаю запах какой-то влажной древесины. И это мне напоминает аромат бани. В общем, очень действительно загадочный, прикольный на 100% аромат. Я довольна своей покупкой. По сезону мне кажется, что это аромат на такую холодную осень. Слегка что-то в нем такое загадочное, ануарное есть. И мне как бы это нравится. Порой под определенное настроение я такие ароматы с удовольствием ношу. Ну правда, интересный, необычный. В нем нет ничего такого отталкивающего, кричащего. И в принципе он мне понравился. Правда, интересное звучание. Ладан я в парфюмерии люблю. Яблоко я в парфюмерии люблю. И когда пахнет бани, я тоже очень люблю. Все сошлось, все как нужно. Следующий аромат, который я хочу показать, это как раз таки анонс на следующее видео. Купила я себе вслепую, опять же, Макс Филипп Флорал. И купила я его по причине того, что это аналог Тилии от Марк Антуан Бруа. Тилия есть в моей коллекции. Я очень ее люблю. И как мне кажется, никогда так быстро не выходили аналоги, как в этот раз. Не так давно появилась Тилия, и теперь у нас уже есть аналог. Мне безумно интересно было его протестировать, узнать действительно ли он похож на Тилию. Об этом я подробно расскажу в отдельном видео. Мы с вами рассмотрим эти два аромата параллельно, поговорим о них. Но сегодня в нескольких словах, если, то да, этот аромат похож на Тилию. Однозначно. Тилия в нем читается, но он немного другой. Он немножко по-другому раскрывается. Наверное, если сравнивать звучание, то он чуть более округлый, шероховатости в нем сглажены. Но в целом аромат мне очень понравился. Классный аналог. И именно на аромобутик он стоит дешевле, чем в других интернет-магазинах. Поэтому я его там и купила. В общем, отдельно с вами поговорим. Но забегая вперед, скажу, что аромат мне очень понравился. И последний аромат, который я покажу в этом обзоре, я купила дубль, аромат, который есть в моей коллекции. Это Lolita Limpica Green Lover. Зеленый любовник. Вот у меня запечатанный флакон. Мы его с вами, наверное, сегодня и распечатаем. Green Lover. Зеленый любовник. Аромат, который я обожаю. Вы знаете, он вообще заявлен как мужской. И мне совершенно непонятно почему. Потому что абсолютно ничего мужского в этом аромате нет. И подавно. Но это интересное звучание. Он вообще недорого стоит, этот парфюм. За максимальный объем 100 мл. И я бы сказала, что это даже какой-то люк с нишевым звучанием. Потому что пахнет он, правда, очень-очень прикольно. И вы в этом аромате не встретите там никакой мужской пены для бритья. Или чего-то такого вообще относящего к мужской парфюмерии. Аромат пахнет зеленью, так как это зеленый любовник. Но не явный, там, хрустящей зеленью, там, ароматом свежескошенной травы. А эта зелень очень приправлена сильно ванилью. И, по сути, это зелень и ваниль. Супер необычное, супер интересное сочетание. И плюс немножко прям где-то фоном цитрусов. Классный аромат. Мне очень нравится. Увидела цену приятную. И решила себе взять еще один флакончик в объеме 100 мл. И в этом флаконе у меня осталось мало. Теперь могу им смело пользоваться. Правда, классный аромат. Вообще, мне кажется, что ароматы бренда Lolita Olympique, они такие интересные, нетривиальные. И стоят при этом недорого. В общем, на них стоит обратить свое внимание. Ну что ж, на этом все. Рассказала про свой небольшой заказ из интернет-магазина Roma Boutique. Я уже сделала там еще несколько заказов. Они едут ко мне. Обязательно буду снимать для вас такие видео. Показывать, что новенького приобрела в своей коллекции. Но если вы хотите раньше узнавать, то подписывайтесь, как я и сказала, на мой телеграм-канал. Буду очень рада вас там видеть. Если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, рассказывайте свое мнение. Не в комментариях, а также рассказывайте, что интересненького в последнее время вы приобрели в своей коллекции. Что интересное вы купили. И делитесь впечатлениями об этих ароматах. Также в конце хочу пригласить вас в три моих сообщества. Мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная брохолка и моя группа распива. Ссылочки вы найдете в инфобоксе. Буду очень рада вас там видеть. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения. И всем пока-пока.